Как смотрелась игра со стороны, первый тайм? Даже не знаю. Быстрые атаки бельгийцев, конечно, очень опасные. Пропустили быстрые атаки. Голы такие очень простые. Не знаю, вроде были и у нас подходы, и моментики были, но что-то не получалось. Вначале так сборная России прижала немножко бельгийцев. Нужно было дожимать, да? Ну да, я же говорю, где-то не хватило, не знаю, что удачи может быть. В общем, в завершающей стадии чего-то не хватило, не знаю. Будем разбирать ошибки. Хорошая пища сегодня получили для размышлений. Ты сегодня сыграл, пусть не так много, но тем не менее. Как тебе уровень Бельгии по сравнению даже с чемпионатом Чехии, предположим? Ну, скажем так, это топ. То, к чему стремимся. К чему хочется стремиться. Это бельгийцы номер один в рейтинге. Понятно, против них очень тяжело играть. Ну, такие игры показывают, где нужно добавить и какие ошибки нужно исправлять. Были у тебя моменты забить в целом? Ну, был момент был, когда пробил, когда Далер скинул. Ну, а так, там, конечно, плотно играют они. Не просто, когда в три защитника, они, получается, опускаются в центр. И там тяжело найти место. Поэтому так особо и не было моментов. Что вот нужно сделать, чтобы такую команду, как Бельгия, обыграть, получить результат, добиться хорошего? Не знаю. Или от обороны играть всю игру и ждать момента. Не знаю. Это точно не умею спрашивать. Как тебе поддержка трибун сегодня? Супер. Вообще, очень приятно выходить при такой поддержке. Болельщики гонят вперед. Да, согласен, не получается что-то в игре. Но спасибо им большое за поддержку. Мы ради них играем и будем дальше стараться показывать лучший футбол. Субтитры сделал DimaTorzok